Студия Лулу Продакшн и лаборатория «Всё в наших руках» при поддержке офисного стула и лампы дневного освещения представляют мастер-класс по машинному вязанию. Автор идеи и режиссер-постановщик Елена Лунёва. В главных ролях Елена Лунёва, машина Silver Reed 840 и часы с кукушкой. Здравствуйте, мои дорогие! Продолжаем наши салонные разговоры про рамках, петлях под пуговицы. После прошлого ролика сказали вязальщицы, что айкорд стягивает полотно. Ну, во-первых, я вам покажу, как делать так, чтобы не стягивал в следующем ролике. И вязальщицы спрашивают, можно ли делать на полном ластике планку. Ну, полный ластик это резинка один на один. Но на полном ластике я показывать вам не буду, это уже самостоятельная работа. Я вам просто походу расскажу, в чем там будет проблема у нас с вами. А пока у нас проблем и так будет хватать и на резинке обычной один на один. Вот я набрала петли, повязала, то есть это у нас подол. Подол разобран, у нас идет планка один на один, а дальше идет разбор два на два, обычная резинка. Мы довязали до какого-то места, где должна быть петля под пуговицу. Как и в прошлый раз, мы меняем петли местами. Чтобы понимать лучше, что мы сейчас будем делать, я очень рекомендую вам посмотреть предыдущий ролик. Потому что там все видно и понятна суть процесса. Потому что сейчас вы видите только расстояние между игольницами и мой голос. Вам будет сложнее, сходите, посмотрите. Так, вот две петли, это ничего, что они стоят через иглу. Мы их меняем местами. Поменяли. Мы сейчас будем вязать правую сторону, левую сторону мы вязать не будем. И у нас между этими петлями стоит в работе игла по передней игольнице. Что нам делать? Куда ее деть? Можно деть направо, можно деть налево. Я вам рекомендую ее перевесить в ту сторону, которую сейчас вязать не будет. Теперь, конечно, можно выдвинуть в переднее рабочее положение иглы, которые вязать не будут. И в режиме частичного вязания вязать правую сторону. Но я вам советую все-таки перебросить петли в той зоне, где вязаться не будет, на заднюю игольницу. Вот буквально несколько петель. И через кородный шнур убрать их в заднее нерабочее положение. Вот это тот момент, почему я не хочу показывать вам на полном ластике. Потому что, когда вы перевесите петли на заднюю игольницу, петли, которые вязать не будут, то потом их разъединять будет сложно. Мы же их обратно потом разберем, повесим и разберем. А они там будут двойные. Убираем иглы в заднее положение. И что нам это дает? А нам это дает то, что мы сейчас можем вязать правую сторону без открытия рычагов частичного вязания. Мы их убрали, они нам больше не мешают. Вот так. Ну и вяжем свою сторону, правую. Нужно количество рядов. Ну, я буду вязать 7. Плотности у меня сейчас стоят, это важно, 4-5. У меня единица между плотностями на передней и на задней каретке. 4 на верхней, на нижней 5. И я вяжу свои 7 рядов. Раз, два. Дело в том, что у нас сейчас нарастает с правой стороны полотно, а с левой оно стоит. И поэтому петли будут провязываться хуже, потому что у нас нет оттяжки. Вот почему еще полезно перебрасывать петли на заднюю игольницу, потому что вы здесь, во-первых, можете повесить семерочку и ею работать без грузов, просто вот оттягивать полотно вниз. Либо, как я сейчас сделаю, вы можете выдвигать в переднее нерабочее положение иглы. И поскольку у нас нет сейчас частичного вязания, мы можем выдвигать и будет провязываться лучше. 4. 5, 6, 7. Отвязали. Теперь выдвигаем все иглы в ПНП. Иглы, которые вязали, выдвигаем в ПНП. И открываем арчаги частичного вязания на обеих каретках. И отводим. Заводим за две иглы нитку. И возвращаем иглы, которые мы убрали, в рабочее положение. Возвращаем в работу. Производим разбор петель, как они у нас висели. и провязываем вторую сторону в свои 7 рядов. Один. У нас получилась петля накинулась. Ее снимаем. и накидываем эту петлю на крайнюю иглу. Один. Два. Три. Опять накидываем. Четыре. Пять. Опять накидываем. Петлю. Шесть. Семь. Шесть, семь. Ну, собственно, петлю, которую мы связали, Нам остается только захватить вот эту протяжку, повернуть петлю-уловитель и надеть эту петлю обратно там, где мы ее убирали. И нам нужно еще поменять петли местами, которые мы меняли. Вернуть все как было. То есть вот эту и вот эту. В обратном порядке. Теперь я сначала кладу слева направо, а потом справа налево. Все, мы восстановили весь разбор и можем вязать до следующей петли. Так, рычаги закрываем все и вяжем. Ну вот мы повязали там сколько-то, отвязали подол резинкой и хотим перейти на окулерную гладь. То есть мы оставляем нашу клавочку, а все остальные петли мы перебрасываем на заднюю гоню. Здесь у нас будет основное полотно на окулерной глади. Так. 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 Fine. Yep screen. Так. И тут нас ждет подвох большой. Дело в том, что кулерную гладь я рассчитала и буду вязать ее на плотности 6. Но если мы будем резинку вязать на плотностях 6-7, то есть как по ins-струкции у нас, то в районе планки резинка будет очень расхлябанная, она будет жидкая. И она мало того, что пойдет некрасиво, она не будет держать нашу форму, и мало того, что она пойдет некрасиво, так она еще и провиснет, и угол этой полочки, вот здесь вот, вот тут вот угол, вот этот, он провиснет у нас, и что же нам делать, как вы думаете, как же нам быть, так, не слышу скрипа мозгов, о, слышу, так вот, у нас есть вторая каретка, которая от первой не зависит, на первой каретке мы выставляем плотность 6, как мы и хотели, ничего мы с этим сделать не можем, и планка по верхней игольнице будет вязаться на плотности 6, а вот на передней каретке, она никак не зависит от задней, я поставлю плотность, ну, 2 с точкой, и таким образом у меня по передней игольнице будет вязаться более плотно, поскольку эта резинка один на один, она перетянется, то есть петля перераспределится, нитка в петлях перераспределится, и здесь будет уплотнение, то есть резинка будет плотная у нас, и она не будет растекаться. Собственно, это вот основные моменты, которые имеют значение вот при вязывании планок цельно вязаных на резинке один на один. всё вывязывается, всё спокойно идёт, то есть нет проблем по провязыванию на передней игольнице на плотности 2 с точкой. Плотность, конечно, надо подбирать самостоятельно, может быть, даже не все нитки подойдут к такому мероприятию, и это ещё одна проблема при вывязывании на полном ластике, потому что нитка всё-таки у вас, ну, достаточно толстая для того, чтобы вязать кулерку, она же не прозрачная, и кулерка у вас должна быть, да, и на полном ластике очень трудно вязать толстыми нитками, тем более вот сейчас ещё на пониженной плотности могут возникнуть проблемы. Впрочем, берёте, пробуйте, обращайте внимание на эти моменты, и если у вас получается, то почему бы и нет. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, петля будет выглядеть вот так, где наша любимая пуговка, петля будет выглядеть вот так, она достаточно хорошая, планка достаточно хорошая, она, видите, она плотная, здесь резинка, чтобы вы не думали, что я вас обманываю, это резинка, но, тем не менее, она достаточно плотная, пуговку мы вот так вот застёгиваем, вот она у нас пуговка, всё у нас хорошо, а я с вами прощаюсь, до новых встреч! Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова